Здравствуйте, друзья! Меня зовут Павел Баженов. Я здороваюсь с теми, кто будет на YouTube наше видео смотреть. И для всех с учениками мы уже продолжаем общаться. Хотим снять видео на тему укладки, брашингом. Мы тут изучали укладки скелетной щеткой, как поднимать корни, как поднимать корни брашингом, если у вас нет скелетной щетки, да, вот эту технику. А сейчас еще один вариант, как можно поработать именно на коротких волосах. Спасибо Наташе, она согласилась выступить в качестве модели. И вот подойдите сейчас сюда поближе, я вам просто покажу, смотрите, саму технику проведения брашинга. Значит, наша цель, если мы хотим максимально здесь поднять объем, сделать так, чтобы вот брашинг поставить так, чтобы пряди от корня начинали против роста волос, как бы выходили из головы, и в этом направлении их надо протянуть, а затем направить назад, и тогда здесь будет вот такой максимальный объем задаваться. Сама суть понятна. То есть каждый раз, когда мы вот так вот делаем вот такое движение брашингом, это означает вот с этой стороны зайдите, пожалуйста, посмотрите, вот прямо с этой стороны. Вот, посмотрите, видите, куда у меня волосы идут? Они у меня идут туда по голове, за тем, чтобы потом направляться назад. И если мы вот в этом положении их высушим, а потом назад направим, то здесь будет максимальный объем. Да, но вот это суть одного движения брашингом на одном месте. Но мы можем делать по прядам, типа одну прядь сделали, там подсушили, брашингом оставили ее. Выделили вторую прядь, тоже направили брашингом вот сюда от корня, и там ее поставили. Затем третью прядь. Такая логика тоже понятна в движении. Я хочу вам показать, то есть так тоже можно делать. Я сейчас объединил все эти движения в одно. И вы посмотрите, как можно без перерыва, без выделения прядей сразу брашингом делать. То есть наша задача это максимальный объем. Вот смотрите, я ставлю и просушиваю первую прядь. Я начинаю чувствовать, что она уже просушена. Я сразу же перехожу на вторую. Сразу же перехожу на третью. Но каждый раз я не просто это делаю, а ощущаю степень податливости волос. Вот высыхает, успевает ли она у меня высохнуть или не успевает за это время. Тут вот такой непрерывный процесс. Ну и вот до того места, пока мы уже понимаем, что в этом месте можно волосы направлять куда-то вниз. Вот. Фронтально-темяную и немного вниз. Вот. Можно в ту сторону, так же. Как бы одновременно, да, сразу же просушиваем. Вот. И таким образом вот сразу же сдается и просушивание корней, против роста сдается объем и просушивание длины на коротких волосах. Понятна тема? Такого одновременно, без выделения прядей. Да. Тренируйтесь, приходите в школу Павла Баженова за разными секретами, за разными техниками. Тренируйтесь, приходите в школу Павла Баженова.